Медицинские специальности оказались одними из самых дорогих. Мечта надеть белый халат для некоторых так и останется мечтой, похожей для алматинки на зерке Габитовой. В этом году, как и в прошлом, она не смогла поступить на личфак. С прошлого года, чтобы накопить на учёбу, начала работать, по иронии судьбы, возле медицинского университета. В этом году на зерке поняла, что так и не станет врачом. Год учёбы в медицинском обойдётся в 800 тысяч тенге. В этом году стало ещё дороже. Я когда узнала, что увеличили, конечно, расстроилась, потому что в прошлом году было 770 тысяч тенге. Теперь на следующий год, наверное, буду искать профессию подешевле. Также в списке премиум факультеты международных отношений, экономики и права. Инвестиции в образование обойдутся от 600 до 835 тысяч тенге. Это в частных вузах. Там цены устанавливаются самостоятельно, говорят в Министерстве образования. В этом году стоимость своих услуг, некоторые из них подняли до 50 тысяч. Что касается национальных альмаматор, то там обучение не должно превышать стоимостью государственного гранта, пояснили в ведомстве. Но, тем не менее, в национальном вузе учиться дороже, чем в частном. Мы сейчас стремимся к международным стандартам образования. Так же, как и наши работодатели, наши абитуриенты требуют качественное образование, которое соответствует международным стандартам. Вы должны понимать, что соответствие высоким требованиям должно обеспечиваться и финансово. В настоящее время стоимость гранта составляет 348 тысяч тенге для всех вузов. Для национальных вузов это практически в два раза выше. Сравнивая стоимость обучения, казахстанские абитуриенты все чаще делают выбор в пользу зарубежных вузов. Например, в Омске юриспруденции и экономические специальности обойдутся в 2500 долларов. В Южно-Китайском технологическом университете можно учиться за 3000 долларов. Как говорят в Министерстве образования, каждый год за рубежи выезжает учиться порядка 30 тысяч абитуриентов. Большая их часть едет в Европу. На втором месте по популярности вузы России, на третьем – США, Малайзии и Китая.